В первозданном райском мире звери были абсолютно послушны человеку. Адам как царь был поставлен богом-повелителем всей твари. После грехопадения связь между потерявшим свое царское достоинство властелином и одичавшими подданными оказалась разрушенной. Сегодня большинство животных, птиц и других созданий не способны оказывать прямое послушание повелениям человека. Нам даже трудно представить, в какой степени могли все звери в раю быть послушными Адаму. При открытии эту тайну помогает нам Священное Писание, когда повествует о сознательном и разумном поведении животных при вхождении их в ковчег, сооруженный праотцем нашим Ноем. Бытие, глава седьмая. Через семь дней воды потопа пришли на землю. Существует предание, что Ной призывал Божье Создание войти в спасительный ковчег посредством ударов колотушки, которые он стучал по дверце ковчега. Этот призывной благовес не был услышан развращенными человеками, современниками Ноя, но оказался понятен бессловесным тварям. Таким образом, праотец Ной стал первым звонарем, а чистые и нечистые животные оказались первой паствой, спасенной им от истребляющих вод великого потопа. Такую же разумность и послушание святому праотцу явили животные при выходе из ковчега по завершению потопа. Бытие, глава восьмая. И сказал Господь Бог Ною, «Выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою. Выведи с собою всех животных, которые с тобою, от всякой плоти, из птиц и скотов и всех гадов, присмыкающихся по земле. Пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле». «И вышел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним, все звери, и все гады, и все птицы, все движущиеся по земле, по родам своим, вышли из ковчега». Примерами дивного послушания животных святым украшены многие жития угодников божьих. Свидетельство блаженного Иоанна Мосха. «Брат пришел к игумену и говорит, ступай в монастырь Бессов, да извести и Хорембу, чтобы пришли и оттуда». «Прости, брат», – отвечал старец, – «мне совсем некого послать, будь столь добр, сходи, пожалуйста, и скажи им сам». «Но я никогда не ходил туда и не знаю дороги», – сказал брат. Тогда старец сказал собачке. «Ступай с братом в монастырь Хорембский, чтобы он дал туда известие». И собака пошла с братом и довела его до ворот монастыря. А рассказавшие это показали нам и собаку, потому что она была с ними. Нередко особым послушанием отличались птицы. Преподобный Венедикт Нурсийский Преподобный Венедикт взял отравленную просфору, присланную ему от пресвитера Флорентия, положил ее пред вороном и сказал, «Во имя Иисуса Христа, Сына Бога Живого, возьми хлеб сей и занеси в такие пустынные места, где его не могли бы найти никто, ни человек, ни птица». Ворон, открыв свой клюв и, каркая, стал летать вокруг того хлеба, ясно этим показывая, что он хочет послушаться повеления Преподобного, но не может благодаря находящемуся в просфоре вредоносному дьявольскому яду. Тогда Человек Божий снова сказал птице, «Возьми, возьми, не бойся, ты не отравишься этим хлебом, и так неси его в непроходную пустыню». И Ворон, исполняя приказанное ему с великим страхом, взяв клювом смертоносную ту просфору, улетел. Возвратившись, через три часа он стал питаться из рук Преподобного обычную для него пищу. Иногда святые обращались к животным и птицам не лично, но при помощи посредников. Птицы нередко проявляли доверчивость к святым и слушались их. Преподобный Исааки, затворник Печерский, Однажды один из иноков сказал, подсмеиваясь блаженному, «Исааки, он сидит, Ворон, иди, поймай его!» Поклонившись до земли, смиренный инок подошел и взял Ворона и принес его в поварню инокам. Удивились все такому делу и рассказали о том игуменам и братьям, и начали братья с тех пор уважать его. Архимандрит Павел Груздил Один из духовных чад так свидетельствовал о старце. Летом, бывало, сядем с батюшкой на лавочке во дворе храма. Я спрашиваю. Он отвечает. Но прежде чем рассказывать, батюшка сначала соберет всех грачей, которые жили под куполами церкви. Грачи, грачи! И они тот час, словно куры к нему, слетаются. Сядут вокруг него, он говорит, а они вроде как слушают. Притихнут, не галдят. Так и сидим. Батюшка, грачи и я с ними. Преподобный Лаврентий Черниговский Однажды матушки посадили рассаду в монастырском огороде. Галки, гнездившиеся в саду обители, повадились выдергивать молодые ростки. Матушка-старожиха не могла уследить за ловкими хитрыми птицами и взмолилась батюшке о помощи. Старец просил передать старожихе. «Скажи, чтобы она велела птицам лететь в лес». Матушка была крайне удивлена, как это галки могут послушаться ее слов. Но за послушание духовнику приказала птицам улетать. Птиц не стало. Прошло два дня, батюшка вышел посмотреть на колокольню, где раньше шумели галки. Тишина стояла в монастыре. «А скучно без птиц», — сказал старец Лаврентий. «Пусть старожиха скажет галкам, чтоб возвращались, но ничего бы не портили». Матушка послушно исполнила просьбу старца и вновь загалдели в обители веселые птицы. Духовное воздействие святых на животных проявлялось иногда заочно. Священно-мученик Уласий, епископ Севастийский Одна бедная вдава не имела ничего, кроме одного только поросенка. Волк, подкравшись, схватил его. Бедная женщина стала горько плакать. Увидев, что идет святой, она бросилась к нему и со слезами стала рассказывать ему о своем горе. Святой, улыбнувшись, сказал ей, «Не предавайся скорби, женщина, не плачь. Твой поросенок будет возвращен тебе живым и невредимым». Сказав это, святой продолжал свой путь, а к убогой вдовице прибежал тот волк. Неся в зубах ее поросенка, он пустил его перед ней без всякого повреждения и убежал обратно в пустыню. Вдова же взяла своего поросенка, радуясь и хваля Бога. Мученик Каной Святой получил власть от Бога над бесами, и они служили ему. Одна бедная вдова во время жатвы пришла на поле и ходила за жнецами, подбирая оставшиеся колосья. На руках у нее был малолетний единственный ее сын. Вдруг выбежал из леса волк, выхватил ребенка из рук матери и унес его в пустыню. Народ погнался за ним, но догнать волка и освободить дитя из его пасти не мог. Огорченная женщина пришла к святому чудотворцу Канону. Плакала, припал к ногам его, поведала ему свое горе. Он тотчас дал повеление своим невидимым рабам, и те в одно мгновение схватили волка, державшего ребенка в зубах, и поставили пред святым. Святой возвратил матери ее сына живым и невредимым, а волку велел уйти в свое место. Особую благодать проявлять власть над животными и повелевателями получали мученики Христовы во время своего подвига. Мученик Фирс. На святого были выпущены дикие звери. Он же, воздев руки кверху, сказал, «Владыко, сотвори так, чтобы дикие звери эти ушли, каждый в свое жилище, не причинив вреда никому из находящихся здесь». Затем, помолившись, он сказал зверям, «Во имя истинного Бога, возвратитесь в пустыню, каждый в свое лаговище, откуда вы выведены, и не причиняйте никому вреда». И тот час звери убежали, причем двери раскрылись перед ними сами собою. Все присутствовавшие в страхе разбежались кто куда мог, боясь вырвавшихся зверей, которые, однако, сами стремительно бросились бежать в пустыню. При виде этого чуда многие из язычников обратились ко Христу. Мученик Неофит Пастухи привели к правителю огромного и весьма свирепого льва, которого, по их словам, они поймали в пустыне пять дней тому назад и вовсе не давали пищи. Обрадованный правитель повелел ввести этого льва внутрь аресталища, где святой мученик ногой был привязан к столбу. Все ужасались, глядя на этого льва, так как он был очень велик и свиреп. Лев, подошедший к святому, посмотрел на него, остановился и склонил голову и спускал из очей своих слезы, точно реки из источников, а затем стал влезать ноги святого. Это был тот лев, которого святой Неофит нашел на горе Олимпе в каменной пещере и отослал в другое место, сам поселившись в его пещере. Узнав его, святой повелел ему возвратиться в первое свое жилище на горе Олимпе, которое он уступил святому. При этом святой запретил ему когда-либо вредить людям. Лев, поклонившись мученику, пошел от него со страшным ревом, разломал двери аресталища и быстро прошел среди народа. Все бросились бежать, опасаясь свирепости зверя, но он никого не тронул и побежал в пустыню по повелению святого на прежнее свое место. Мученик Патит Придя в пустыню Гаргарскую, посланные нашли раба Христова, сидевшего на горе, и увидели множество зверей, окружавших святого. Воины пришли в великий страх и хотели бежать, ибо звери повернулись к ним, намереваясь кинуться на них. Но святой запретил зверям, сказал, «Разойдитесь по своим местам и никому не причиняйте вреда». И тотчас звери разошлись. Множество других примеров послушания диких животных по велениям человека содержится в житиях святых. Мученик Мамант По повелению Божьему к святому Маманту собирались из той пустыни звери, как овцы к пастырю, и как будто существа разумные слушали его и повиновались ему. Мученик Зосима Пустынник Князь сказал ему, «Если звери слушают твоего Бога, то повели прийти сюда одному зверю, тогда мы все примем твою веру». Зосима воздел свои честные руки к небу, стал молиться. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий!» говорил он, «Послушай меня, раба твоего, пошли сюда льва, чтобы он служил мне». И внезапно в город вбежал страшный лев, и все, увидав его, разбежались. Лев же, подойдя к Зосиме, стал поддерживать камень, который был привязан к его шее. Тогда князь стал просить святого, «Зосима, укроти зверя, и мы отвяжем тебя». Зосима повелел зверю быть кротким, и князь приказал развязать святого и хотел послать его к царю, но Зосима предал Богу дух свой. Преподобный Коприй За свою благочестивую жизнь он вскоре сделался жилищем святого духа. Даже дикие звери слушались его. Преподобный Макарий Александрийский Однажды преподобный сидел на дворе. Вдруг прибежала гиена и принесла в зубах своего щенка, который был слеп, и подбежав к Макарию, гиена бросила щенка к его ногам. Святой, подняв щенка, плюнул ему в глаза, помолился Богу, и щенок прозрел. Гиена взял своего щенка, убежала. Наутро она снова прибежала к преподобному, неся огромную баранью шкуру, увидав которую святой сказал гиене, «Откуда у тебя эта кожа? Разве ты съела чью-нибудь овцу? Если ты добыла ее насилием, я не возьму ее». Гиена же наклонил голову к земле и преклонил колено, положила принесенную шкуру к ногам святого. Но преподобный сказал зверю, «Я сказал, что не возьму до тех пор, пока ты не обещаешься мне, что не станешь более обижать бедных, съедая их овец». Тогда гиена наклонила свою голову, как бы соглашаясь со словами святого и обещаясь повиноваться ему. После всего преподобный Макарий взял кожу у гиены и отдал ее святой Милании римляненне, часто посещавшей святых отцов в пустыне. С тех пор кожу эту прозвали «дар гиены». И что удивительно, в мужах, отрекшихся от мира, так это то, что даже зверь, получив во славу Божию и в честь святых его благодеяния уразумел то и принес дар блаженному. Укротивший львов для пророка Даниила дал и гиене разумения полученного благодеяния и научил ее благодарности. Преподобный Лука Элацкий Случилось, что в сад его стали приходить олени. Одно съедая, а другое попирая ногами, они сильно портили его. Святой отгонял их, но когда возвращался в келью, они снова приходили туда. И так повторялось несколько раз. Тогда святой, раздосадованный, выйдя к оленям, сказал одному из них, который был больше других, как какому-либо разумному и словесному созданию. Зачем вы делаете мне неприятное и разоряете мои труды, между тем, как я вас никогда не обижал? Ведь мы рабы единого Господа и создания единого Бога. Кроме того, я создан по образу Божию и имею власть над всем творением, ибо Создатель все покорил человеку. И так по повелению Господа не сходи с места, на котором стоишь, но приими достойное наказание. И лишь только святой это произнес, олень, как бы пораженный какой-либо стрелой, упал на землю и лежал неподвижно, тогда как остальные олени убежали. Преподобный Исихий Однажды, выйдя из скелии, преподобный увидел некоего человека с тяжело нагруженным возом. В воз везли валы, и один из них сплотнулся, пал на землю и не мог подняться на ноги. Человек тот старался поднять его, но не мог, упавший вол оставался недвижимым, как большой камень. Изнемогший от труда человек тут начал плакать. Увидев это, преподобный сжалился над ним и, подойдя к валу, погладил его по шее и сказал бессловесному, как бы понимающему, слова, «Встань, ленивый, и продолжай путь свой, чтобы не сделаться тебе орудием злобы вражии». Сказав это, святой осенил вала крестным знамением. И тот час вол поднялся и спокойно потащил тяжелый воз. Человек тот весьма удивился происшедшему и, поклонившись святому, поблагодарил его и с радостью продолжал путь свой. Священномученик Артемон Когда Патрикий отошел от Лаодикие, приблизительно на три поприща, то встретил на пути святого пресвитера Артемона, возвращавшегося с ловитвы. Он ловил диких зверей словом Христовым, и за ним следовало два оленя и шесть диких ослов. Святой Артемон вел их к епископу Сесинию, которому очень хотелось иметь диких зверей в своем саду. Приказав остановиться колесницей, Патрикий спросил раба Божия Артемона, «Как ты поймал этих зверей?» «Я поймал их словом Христа моего», отвечал он. Преподобный Ели Келлин, египетский, будучи в пути и чувствуя утомление от тяжести ноши, он увидел ослов, ходивших и павшихся в пустыне, и обратился к ним, говоря, «Во имя Господа нашего Иисуса Христа, пусть один придет сюда и понесет мою ношу». В тот час один осел, сильнейший из стада, кротко подошел к нему, святой же положил на него свою ношу, сам сел и скоро достиг жилища, находившихся в пустыне братьей, а осла отпустил в пустыню. Даже мертвые животные иногда воспринимали слова святых угодников божьих. Святитель Сильвестр Папа Римский после молитвы он подошел к мертвому быку и громко произнес, «Если проповедуемый мною Иисус Христос, рожденный от Девы Марии, есть истинный Бог, то поднимись и стань на ногах своих, и оставив прежнюю свою свирепость, будь кроток». Лишь только святой произнес это, как бык тот час ожил, встал и стоял тихо и спокойно. Святой приказал снять веревки с рогов его и сказал, «Ступай туда, откуда пришел, и никому не причиняй вреда, но будь тих, так повелевает тебе Иисус Христос, Бог наш». И бык ушел тихо, хотя прежде был крайне свиреп. Увидев это, все воскликнули как бы в один голос, «Велик Бог, которого проповедует Сильвестр». Жития святых повествуют о том, что иногда звери проявляли почтение и благоговейное отношение к именам угодников божих. Это, с одной стороны, подтверждает действенность обращения к святым, и звери повинуются им, и пользу молитвенного призывания их на помощь. А с другой стороны, свидетельствуют о силе благодатного воздействия святых на животных. Преподобный Иулиан Столпник. В его местности появился лев, пожравший многих странников и туземцев. Однажды старец приказал своему ученику Панкратию, «Отправься за две мили отсюда к югу, ты найдешь там лежащего льва, скажи ему, смиренный Иулиан именем Иисуса Христа, Сына Божия, повелевает тебе удалиться из этой местности». Брат, отправившись, нашел льва и лишь только произнес, что ему было заповедано. Лев удалился, и все прославили Бога. Преподобный Симеон Столпник. Некоторые люди, издалека шедшие к преподобному, спасаясь от зноя, остановились под деревом, чтобы немного отдохнуть. Сидя там в тени, увидели они шедшую мимо беременную оленицу и закричали ей, молитвами святого Симеона, заклинаем тебя, постой немного. И совершилось дивное чудо, оленица остановилась. Так даже звери именем святого становились кроткими и послушными. Преподобный Феодор Студит. Некий странный приимец Леон, отправляясь некогда по нужде, один в отдаленное селение встретил на дороге рысь, которая, заметив его, кинулась в намерении его растерзать. Громко призвал Леон имя преподобного отца Феодора, и вот зверь, услыхав имя святого, остановился и наклонился к земле, свернул с дороги и пустился бежать. Леон же, нетронутый зверем, продолжал путь свой. Преподобный Савва освященный. Ночью разбойники напали на монахов, но ничего не нашли у них, и, подивившись, их нестяжательность ушли. И вдруг видят, навстречу им идут два больших страшных льва. Они подумали, что это Бог их наказывает за то, что они осмелились напасть на рабов его. И закричали они зверям громким голосом, «Заклинаем вас молитвами отца Саввы, уйдите с дороги, не встречайтесь нам!» Услышав имя святого Саввы, львы отбежали, как будто их прогнали бичом. Разбойники же, удивившись всему чуду, возвратились к преподобному и рассказали о том, что случилось, раскаялись в своих злых делах, перестали заниматься разбоем и начали жить своими трудами. Блаженный Елизвой, царь Эфиопский. Когда инок был так стеснен, что уже бежать было некуда, змей устремился, чтобы пожрать его. Но тут инок, вспомнил о блаженном царе Елизвоя, обратился к змею и сказал, «Молитвами праведного и святейшего Елизвоя отойди от меня». Змей, как бы устыдившись святого имени Елизвоя, остановился. Преподобный Феодосий Великий. Он был скорый помощник не только для людей, но и для бессловесных животных. Один странник шел в виде осла. Встретившийся ему на пути лев, не обращая внимания на человека, бросился на осла, чтобы растерзать и пожрать его. В трепете человек громко призвал имя преподобного, говоря, «Человек и тот час лев, услышав имя святого, обратился назад и побежал в пустыню». Преподобный Симеон Девногорец. Случилось однажды, что лев, обитавший в горе той, устремился на одного человека, шедшего к преподобному. Лев уже совсем приготовился растерзать того человека, человек же, не надеясь бегством спастись от зверя, возопил, «Не делай мне зла ради Симеона, угодника Божия». И тот час лев услыхал и не причинил никакого зла человеку тому. Человек же, этот придя к святому, поведал ему о происшедшем. Блаженный Феофил Киевский, Голосеевский. Когда блаженного приехал навестить Иван Котков, то, исповедовавшись и рассказывая старцу о своих делах, упомянул и о приобретенном им молодом бычке, весьма строптивого нрава. «Купил я батюшка бычка, думал для себя оставить, да не знаю, что с ним и делать, а дурел скотина совсем, на всех с рогами лезет, хочу зарезать, да жалко, а ты мне его подари, вам, помилуй Бог, да к нему и приступить нельзя, сколько людей уже искалечил, ничего, мы его смирению научим, да как же это, очень просто, подойди к нему и скажи, эй, бычок, отныне ты не мой, а отца Феофила, собирайся в гости к нему». Мясник так и сделал, подошел по возвращении домой к бычку, повторил сказанные старцем слова и доселе фыркающий и озверявшийся бычок сделался кроток, как ягненок, смиренно стал ласкаться и лизать хозяину руки. Источник. Животные рядом со святыми. Протоиерей Константин Буфеев со святыми. Продолжение следует...